МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Приветствую вас в Академии занимательных наук. С вами, как всегда, я, Дмитрий Иванович, и я рад отвечать на ваши вопросы. Так, что у нас сегодня на повестке дня? Пишет нам Ваня Кромков из Пензы. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. У меня химия началась в этом году, а я всё время путаю калий и кальций. Мне сказали, что калий очень полезный. Расскажите, пожалуйста, про него. Расскажу, Ванечка, с удовольствием расскажу. И как их не путать, тоже. Начнём с самого главного. Что же такое калий? Калий – это микроэлемент, без которого растения, животные и человек просто не могут жить. Да-да, калий входит в состав всех растительных и животных клеток. А значит, и клеток нашего организма. Все обменные процессы в клетках идут с участием калия. Он нормализует водный баланс в организме. Без него не может работать сердце. Вот, ребята, вы, к примеру, должны в сутки потреблять почти 2 грамма калия. Вы спросите, а где же его взять? А я вам отвечу. Калий содержится в абрикосах, в бананах, в винограде, в киви и ещё в рыбе. Ну, и во всех молочных продуктах. А ещё его полным-полно в обыкновенной морковке. Да, кстати, надо её отнести в холодильник. Проще всего восполнить недостаток калия в организме и, кстати говоря, других полезных микроэлементов и витаминов – это выпить стаканчик витаминного коктейля. Я предлагаю его сделать самостоятельно. У нас есть блендер, так, дыня – это очень хорошо, дыня, банан и виноград. Лучше, конечно, без косточек. Так, сейчас мы всё это разобьём блендером. Теперь нужно добавить немного молока или сливок. Я уже предвкушаю, как это получится вкусно. Так. Прекрасно. Наш витаминный коктейль готов. Попробуем. М-м-м. Восхитительно. М-м-м. Итак, калий. Элемент первой группы четвёртого периода. Вот он, друзья мои. Атомный номер 19. В свободном виде калий – это мягкий серебристый металл с голубоватым оттенком. С химической точки зрения – это типичный металл. Он очень активный, и поэтому в природе калий встречается только в виде соединений с другими элементами. Например, в морской воде, во многих минералах. Металлический калий. Вот у меня есть маленький кусочек калия, который я храню в тщательно закрытой баночке, да ещё под слоем керосина. Металлический калий бурно окисляется на воздухе. От воды он просто загорается, образуя водород и щёлочь. Вот, поэтому в лаборатории калий всегда хранят под слоем керосина. Иван, ты не зря путаешь калий и кальций. Они похожи не только по названиям. По внешнему виду, по химическим свойствам они действительно очень близки. Приплюсуем сюда ещё и натрий, литий. И вот все вместе они составляют группу под названием щелочные металлы. Кстати, само название калия происходит от арабского алкалия, что означает щёлочь. Известный химик Юстус Либер как-то сказал про калий. Отдайте почве то, что вы у неё взяли. Или не ждите от неё в будущем столько, сколько она отдавала раньше. При недостатке калия в почве растения развиваются очень плохо. Калий вместе с азотом и фосфором относятся к главным элементам питания растений. Ну, тут главное не переборщить. Так что, видишь, Ваня, калий элемент чрезвычайно важный. У нас новое письмо. Пишет нам Аня Назарова из Челябинска. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Я вчера покупала торт подруге на день рождения. А на нём разноцветный крем. Расскажите, пожалуйста, как его раскрашивают? Анечка, раскрашивают его с помощью так называемых пищевых красителей. Пищевые красители могут быть разными. Они могут быть натуральными или синтетическими. Ну, натуральные, как вы догадались, добывают из ягод, цветов, листьев. Вот смотрите. Например, черника даёт синий цвет, облепиха – жёлтый, клубника – красный. Кстати, цвета и оттенки натуральных красителей зависят от того, в каких условиях растение росло и в какое время собирали его плоды. Обычно для получения того или иного оттенка исходят из трёх основных цветов – красного, жёлтого и синего. Например, если нам нужно получить оранжевый цвет, то мы получим его, смешав жёлтый и красный. Смотрите. Для получения зелёного цвета мы возьмём синий и жёлтый. Если мы их смешаем, мы получим зелёный цвет. А вот чтобы получить фиолетовый, мы берём красный и синий. Смотрите. Вот. Получается фиолетовый. Но, конечно, эти красители в пищевых целях использовать нельзя. Это гуашь. А для пищевых целях в качестве красной краски обычно пользуются кармином. Вот, посмотрите, какой это такой интенсивно-тёмно-красный порошок. Его получают из насекомых с красивым названием «кошениль». Жёлтый цвет получается из корня куркумы. Это такое растение. Его стебли и корни содержат вот жёлтые красители, эфирные масла. А в качестве коричневой краски обычно пользуются сжёным сахаром. Вы помните, как мы с вами сжигали сахар в пробирке? Он даёт прекрасный коричневый цвет. Можно ещё воспользоваться порошком какао. Смотрите, какой у него красивый шоколадный цвет. В качестве зелёного красителя используют хлорофилин. Его добывают из трав, например, из шпината. Смотрите, шпинат какой интенсивно зелёный. Кстати говоря, очень полезный. В качестве синего красителя используют искусственный краситель «Индиго кармин». Вот у меня есть таблетки этого красителя. Сейчас попробуем увидеть этот синий цвет. Потому что таблетки тёмные. Надо их размочить. Ну-ка, смотрим. О, прекрасный синий цвет. Искусственные пищевые красители, в отличие от натуральных, безвкусные. Зато они менее чувствительны к условиям хранения. Да и дают яркие, стабильные цвета. Красители добавляют в зефир, карамель, мармелад и прочие кондитерские изделия. Друзья мои, у меня появилась идея. Я сейчас вас научу, как делать цветную глазурь. Пойдёмте на кухню. В качестве красителя мы с вами используем чернику в виде варенья. Но сначала мы сделаем саму глазурь. Так, сахарный песок у нас есть. Но нам нужна сахарная пудра. Для этого мы используем кофемолку. Я думаю, что трёх ложек вполне достаточно. Тук-тук-тук-тук. Смотрим. О, смотрите. Наш сахарный песок превратился в тонкую пудру. Это то, что нам нужно. Так, а теперь мы добавляем сливки. У меня взбитые сливки, но можно добавлять и обыкновенные сливки. Ну, такие достаточно густые. Теперь мы это всё перемешиваем. Получается такой вот крем. Теперь самое интересное, мы будем его красить. Так. У, варенья здесь совсем немного. Но нам много и не нужно, да? Достаточно совсем чуть-чуть. Я думаю, что черника даст очень интенсивный цвет. Посмотрим. Вот какая красота. Ну вот. А теперь этим кремом можно украсить какой-нибудь пряничек или печеница. Ну вот. Ну, не знаю, насколько это красиво, но, по крайней мере, очень вкусно. Друзья мои, на этом наша передача заканчивается. Пишите нам. Москва, 109-147, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Свои вопросы вы можете также оставлять на сайте телеканала «Радость моя». Ваш Дмитрий Иванович. До новых встреч. Очень жду ваших писем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова